сейчас я вам покажу немножко что представляет мой дом что я отгрохал ну что только не надо падать в обморок здесь у меня планируется гараж на две машины с таким расчетом что если даст бог может быть и мотоцикл сюда влезет на две машины вот такой гараж сейчас здесь полно стройматериала тут у меня бойлерная которая все хозяйские там как всегда там мне уже удалось подсоединить более с горячей водой слава богу это выход для теплого пола я уже сделал за это время сейчас расскажу короче это такая хозяйственная комната из которой идет процесс движения всего электричества и водоснабжения в дом если на такой забор забор я сам обтянул со своим товарищем со своим тренером сашей шульгой который мне помог мы все это сделали за два дня обычно эта работа стоит вот на таким вот материалом мне предлагали сделать ее за 60 за 55 мы сделали за два дня мне это обошлось 24000 вот по всему периметру сейчас у меня полно здесь бордель бытовки стоят душ которым я принимаю так сказать те ванны даже покажу все как в деревне обычно сейчас на погода классная поэтому вода нагретая кайфово здесь открываешь душик вот у меня тут зубы почистить все дела вон я вот вот вид сбоку он у меня в стиле я называю хай-тек стиле лофт вот я выбрал так буквой г почему сейчас объясню за нами а двухэтажный потолки под 4 метра то есть вот эта часть дома у меня рассчитана на втором этаже то моя спальня вот первый этаж вот здесь это для моего отца который уже старый ему нужно помогать то подобное второй этаж мне для сына был рассчитан его семьи а вот там посередине для дочки сейчас мы зайдем и покажу сначала я обойду вам дом покажу почему потому что мне нравится как я все это проектировал деревом обделано отделано обделано да и вот там второй этаж если видите вот здесь тоже приближу там сделан такой люк где должны быть лестница поднимающийся на на крышу крыша ровная на которой можно загорать вот это все дерево тоже идея такая у соседей немножко подсмотрел мне понравилось окна такие длинные я не люблю широкие вообще хотел такие бойницы сделать вот такая у меня длина к соседу китайская стена получилось сколько метров то хрен его знает сколько метров здесь 25 на соседский забор тоже строили напополам соседом соседами здесь еще яму недавно канализацию делали самостоятельно копали тоже засыпали вот такой у меня витраж я еще не закопал канализацию времени нет самостоятельно приходится глубина метр восемьдесят было шуруешь ну а теперь пойдемте в дом честно говоря я сам на все это смотрю и не верю что мне удалось возвести такое здание конкретно здание вот и что из этого получится будет видно конечно но смотрите так это жилая комната я хотел сделать большой просторный здесь потолки под 4 метра 375 если я не ошибаюсь значит вот здесь у меня должна быть кухня холодильник есть два дня назад привез а тут уже невозможно таскать и так далее ведь этот процесс еще идет 33 дня назад я с двумя друзьями проводил электричество но один из них специалист электрик понятное дело но я вам скажу что мы все сделали за один день то есть первый этаж у меня где-то 200 метров вот и мы все это провели свет вы представляете какие деньги сдирают с нас строительные бригады которые взяли бы за эту же работу вот за то что мы сделали за проводку электричества порядка 150 250 тысяч рублей но это кошмар просто а все это стоит 3 копейки ребят 3 копейки поверьте мне я все это делал практически самостоятельно вот это штрабление я производил потом все это замазывал розетки все работает вот этого все хрень через бетон мы сверлили так видите все сделано то есть электричество полностью проведено вот я еще буквально вчера закончился это штрабил потом замазал сейчас все это буду думать чем покрывать скорее всего буду делать с поклевочкой вот такая телевизор диван семейный очень большой просторная комната я люблю простор я не люблю много мебели здесь у меня справа раздевалка должна была быть тут приходишь соответственно поставил повесил что нужно здесь справа заходишь вот комнату который я сейчас делаю со своими друзьями практически вот мы уже штукатурочку заканчиваем на 80 процентов потолок я обработал антикоррозии антигрибковым материалом свет уже есть тоже провели вот здесь вот будет ванная комната которую я хочу сделать просто выложить 60 на 60 плиткой плитку выкладывать я не умею воду я уже провел самое главное сделан унитаз есть горячая холодная вода потолки видите какие высокие это хорошо конечно но очень трудно будет плиточку возить вот эта ванная комната которую я хочу закончить и жить здесь вот в этой комнате пока теперь из этой комнаты переходим следующее это гостевая здесь у меня гостевая ванная комната где должна быть стиральная машинка душевая раковина соответственно это для гостей если кто-то приезжает чтобы не бегать не стучаться к деду или ко мне у всех должна быть своя индивидуальная ванная комната вот такой у меня витраж не знаю зачем я его такой большой сделал но я хотел сделать типа зимнего садика с той стороны выложить камешками типа альпийскую горочку расстояние там достаточно это можно и с собакой гулять с той стороны только что я там был вам показывал эту сторону вот здесь гостевая комната напротив ванной я сделал вот такие вот долговатые окна не знаю тут тоже уже проштробили все заделали все подведено электричество все это я делал остается штукатурочку и все что хочешь я люблю красить я не люблю обои ну идем дальше здесь вот эта лестница с лестницы немножко напортачили мне мои тот же человек которого я выгнал потому что он не правильно проезжал вход но тем не менее пришлось сделать очень такую крутую подъемную лестницу зато хорошо качать для ног сразу идет гостевая комната которая хотела для своей дочери сейчас здесь полно материала сантехники и тому подобное тоже такое окошко вот мой сосед уважаемый вид на него у него там бассейн очень красивый дом у него вот здесь я планировал изначально конечно камин поставить камин и комнату для медитации почему потому что здесь большой балкон вот вот выход с лестницы здесь все это перекрыть здесь выложить ламинатом красиво ну и соответственно вид отсюда вот такой получается сейчас перейдем ко мне в спальню вот сюда ведет коридор показывать интимные места вы особо не пугайтесь моя спальня где живу в пыли и цементе вместо двери у меня сейчас занавеска ну вот так я сейчас обитаю есть такая комната тоже высокие потолки здесь немножко пониже где-то 350 вот вот моя королевская кровать я сплю один как волк ах нет не один вот я стопы смитно который мне достался от красногорска где меня швырнули очередную историю можно написать здесь у меня клазет должен быть тоже был бы быть здесь вот для шмота хотя можно и спальню кому-то сделать но не знаю знаете иногда много вещей у кого-то хрен знает я не знаю зачем я такой большой сделал я сейчас просто чешу репу и понимаю что дом отгрохал громадный здесь ванная комната которую я надеюсь закончу вот опять вот моя мамулька царствие небесное со мной присутствует помогает мне вот сосед опять вот из ванной комнаты зато здесь вид у меня шикарный балкончик я хотел себе сделать я его сделал вот на этом балконе вот вид у меня соседский участок скоро построят это будет полный бесец после здесь начнется стройкой покоя никого не будет а тут вот балкон если сделать ограду здесь можно сидеть писать книжку думать медитировать либо такой вид из окна вот соседский дом громадный блин продает его он там лес у нас шикарный на этом тоже идем дальше из моей комнаты мы выходим в комнату которая у меня планировалось вместе с моим сыном здесь у нас должен был быть офис или же студия то здесь где я могу печатать свои книжки ввести трансляции всевозможные ну или у сына могла было быть здесь музыкальная студия то есть тоже очень весьма такая замкнутое помещение но просторно окно вот такое у меня идем дальше и последнее тоже коридорчик такой это уже комната кевина практически по такому же сценарию как то у меня комната была сделана вот здесь вот у сына то же самое здесь откладывает здесь у меня проживает моя подруга здесь тоже туалет ванна ну большое и что мне здесь нравится здесь выход на балкон который надеюсь будет можно под спортзал сделать можно просто площадку такую типа ту и посадить собирать здесь можно пока все что угодно кстати наверх можно тоже лестницу сделать и забирать район у нас почему потому что девяностых этот район деньги у многих ребят были которые покупали землю потом погибали все это забрасывал сейчас родственники виды не могут достроить и дома стоят брошенные стоят такие дома громадные по несколько миллионов долларов все это заброшено но у меня пока вот такой шмон на территории я надеюсь потом сделать этого балкон длинный если сделать оградочку здесь все балкон сейчас покажу как выходить на балкон тоже не знаю зачем его такой сделал по проекту голландский проект мне так понравилось соответственно вот такой балкон место я здесь ты чё охраняешь я здесь наверх посмотри красавчик молодец охрана есть секьюлите есть все нормально все работает где-то так вот такая вот тема вот такой дома теперь вы представляете сколько труда нужно чтобы все это привести в надлежащий вид соответственно я принял решение поскольку у меня сейчас финансы ку-ку вот проблемы с клубами потому что из пандемии и вообще там не особо бизнес сейчас идет вот и я решил сделать сначала одну комнату с ванной и заморозить проект второй этаж по чуть-чуть делать самостоятельно то что могу а что я могу сейчас покажу хочу дом делать в стиле лофт а в стиле лофт это я люблю вот такую грубую штукатурку покрыть блоки все и просто-напросто в стиле хай-тек то есть потолки наверно буду или лаком покрывать или темной краской как у меня в клубах соответственно никаких обоев мне не нравится вот такой стиль мне нравится вот вот такая штукатурка везде что из этого получится не знаю но тем не менее сам я это могу сделать займет много времени но что делать будем стараться пока так вот собственно что я вам хотел показать и о чем рассказать как это все будет выглядеть периодически буду включаться вы сказали что вам интересно если интересно то значит буду периодически выкладывать видео и показывать прогресс и и и Субтитры сделал DimaTorzok